А в украинской столице в эти минуты митингуют сторонники правого сектора, руководство которого грозит президенту Петру Порошенко параллельными выборами. Все это на фоне пока так и не завершенной операции в Закарпатте, где от силовиков скрываются 9 членов организации, участники стрельбы в Мукачеве. Из Киева репортаж Юлии Ольховской. На Киевском Майдане многолюдно. Радикалы из запрещенного в России правого сектора днем провели в Киеве закрытый съезд. Теперь озвучивают свои требования власти. Организовать референдум о недоверии парламенту, президенту и правительству. Отменить минские договоренности и легализовать так называемые добровольческие батальоны, боевики которых в последнее время все чаще совершают преступления. Большинство боевиков, устроивших бойню в Мукачеве, до сих пор не арестованы. Более того, теперь правоохранительные органы отказываются предоставлять любую информацию о ходе спецоперации. Так что даже неизвестно, продолжают ли преступники скрываться в горах или уже покинули территорию Украины. Сегодня утром губернатор Москаль сообщил, что против 13 радикалов Закарпатского крыла правого сектора возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм». На своем официальном сайте Москаль заявляет, что боевики уже давно бесчинствуют в Закарпатье, похищают и пытают людей, вымогают деньги у предпринимателей, устраивают рейдерские захваты. Фактически это был рейкет, банальное зарабатывание денег. И хуже всего то, что все делалось под прикрытием патриотических лозунгов. Преступники называли себя «защитниками Украины», хотя пришли с оружием «зарабатывать» деньги за полторы тысячи километров от передовой, где никогда не велись боевые действия. Стрельба в Мукачеве, которая стала вызовом правоохранительной системе и всему обществу, это лишь вершина айсберга в деятельности преступников. При этом лидер радикалов Ярыш продолжает занимать должность советника главнокомандующего вооруженных сил Украины, одновременно обвиняя президентов в предательстве и призывая украинцев противостоять власти. На это обратили внимание и немецкие журналисты, которые побывали в одном из тренировочных лагерей правого сектора. Вот фрагмент репортажа, показанного на немецком общественном телевидении. У нас очень много требований к властям, они вообще ничего не добились. Мы их выбрали, а теперь должны от них избавиться. Было бы лучше, если бы они сами ушли по-хорошему. После перерыва на обед обработка ведения боя в зданиях. Они отказываются подчиняться приказам Министерства обороны и тем самым не признают решения, принятые правительством в Киеве. Видимо, именно по этой причине тренировочный лагерь отцепили. Немецкие журналисты также делают акцент на символике, которую используют боевики и прислушиваются к их высказываниям не для камеры. На одном из автомобилей нарисована свастика, а когда камера выключена, слышны расистские высказывания. Они же сами считают себя не неонацистами, а националистами и выступают за сильную Украину. Для них революция еще не закончилась. Многие из них не верят, что нынешнее правительство в состоянии что-либо изменить на Украине в лучшую сторону. И именно поэтому они требуют его ликвидации. А украинские журналисты теперь обсуждают, где ждать новых скандалов о том, что правый сектор занимается бандитизмом не только в Мукачеве. Открыто в СМИ говорят и депутаты, и чиновники, и политологи. То, что произошло в Закарпатской области, это те схемы, темы, которые происходят каждый день, в которые втянуто все общество. И это происходит в каждой из областей. Меня смущает и настораживает, когда вы говорите о методах снять, поменять, посадить. Да фигня это все. О чем вы говорите? Какой Москаль, какой Саакашвили? Без изменений правил игры ничего не будет. Противостоянием радикалов и власти обеспокоены уже не только в Европе, но и в Штатах. Сегодня посол США на Украине Джеффри Пайт приехал в Закарпатье. И во время встречи с губернатором Москалем заявил, что США поддерживают позицию президента Украины. Монополии на оружие должны обладать только силовые структуры. По мнению политологов, это высказывание Пайта было адресовано, скорее, руководителю боевиков. В принципе, единственный украинский консенсус, который есть на части территории, которая под контроль на Киеву сегодня, это консенсус в том, что вот мы, американцам, мы еще будем подчиняться. Поэтому Америке приходится публично, в открытую демонстрировать, что они власть, и в открытую принимать решения. Иначе все это просто не будет работать. Иначе оно все просто развалится. По словам Пайта, дальнейшую судьбу боевиков должно определить украинское правительство. Ярош уже заявил, что правый сектор готов войти в состав украинской армии, но лишь при условии, что радикалам, которые устроили бойню в Мукачеве, объявят амнистию. Власти пока не готовы выполнить эти требования.